Все святые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острием меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. В услышанном только что о нами апостольском повествовании проставляется одна из важнейших христианских добродетелей, которая дает нам возможность унаследовать спасение. Этой добродетелью является вера. Восполяя подвиг веры, святой апостол Павел приводит в пример вождей еврейского народа, судей, пророков и царей, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Подводя некий итог, апостол пишет, «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И в этих словах кроется самая главная загадка христианства. Христиане никогда не считали себя чем-то лучше прочих людей, и даже наоборот, они полагали себя самыми великими грешниками. Но Бог смотрел на них совершенно иначе. Их не был достойен весь мир. По словам святителя Иоанна Златоуста, мир, то есть люди, не верующие в Бога, не повинующиеся Его закону, не внимающие Его повелением, не были достойны, чтобы среди них находились люди Божьи, служившие истинному Богу, возвещавшие Его святую волю своим словом и своим примером. Нечестивые люди не были достойны тех благ, какими могли бы они пользоваться, приближаясь к праведникам, входя в близкое общение с ними. И мы помним, какое великое благословение Божие для мира – это благочестивые и праведные люди. Помним на примере того, как Бог благословил дом Лафана ради Иакова, как счастлив был дом Пентефрия, царедворца Фараона, под управлением целомудренного Иосифа. Помним также из беседы Авраама с Господом, что если бы в нечестивых городах Содоме и Гаморе нашлось хотя бы десять праведников, то ради них не погибли бы развращенные города. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Почему скитались праведники по пустыням и горам? Потому что мир не понимал их, ненавидел их, не терпел и преследовал их. И они, уступая вражде мира, скрывались в пустыне, в горы, в пещеры, в ущелья земли. Так скрывался Давид, преследуемый Саулом, Илья, осужденный на смерть Иезавелью. Так сохраняли свою жизнь благочестивые Маковеи, своими сообщниками и многие другие праведники, которых имен мы, может быть, даже и не знаем. Читая предложенный нашему вниманию Святой Церковью сегодня апостольский отрывок, мы должны помнить очень важную истину. наше духовное благосостояние зависит не от того, как к нам относится мир, а от того, как мы относимся к Богу. И если мы окажемся верны Богу, Бог обязательно не спошлет нам все необходимое для нашего спасения. Потому что спасение – это и есть та единственная цель, ради которой мы живем в этом мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова